Субтитры сделал DimaTorzok Так, приветствую ребят Загрузился я В Твери Такие планы были Грандиозные на сегодня Сейчас уже 15-20 Сейчас термос Грохочет 15-20 Я приехал в 14-20 Пока подождал Пока загрузили Час где-то прошел Ехать мне надо было Вчера по плану И отсюда ехать В Солочногорск Забрать еще один палет А оттуда ехать В Подольск Отдать вот это, что я загрузил Коробки пустые на палетах И потом поехать в Чехов Но сейчас ехать Отсюда просто В Подольск Это 5 часов То есть я там буду Пол девятого вечера Если еще на Солочногорск Сейчас будем уточнять Скорее всего Солочногорск и Чехов Вот это один палет Завтра поедет Отдельная машина Может я там Или кто-то другой из нас Из наших А я вот это просто отвезу И то надо узнать Дождутся ли Не дождутся Потому что я там буду Пол девятого года Охереть просто Ладненько Едем Что-то дизель 58.30 У меня возле дома 57.90 Что-то это в Твери Не знаю Может я еще В самом городе Хотя говорю В Калугу приезжаешь Там все по 55 Дизель Там Вчера заправлялся На Газпром нефти Там новая заправка Открылась Ну она уже как Наверное год открылась Может чуть меньше Там 52 С копейками Короче Вообще Газпром И 52 рубля Дизель Думал выеду В Тверь Тут будет подешевле Чем у нас Как бы заправлюсь До полного Что-то 58.30 Что-то Вообще Капец Ну поедем сейчас Туда чуть дальше Может быть Тут сама Тверь Как бы близко Подороже Хотя в Калуге Я говорю Все раз Там по 55 По 54 55 вроде было А тут в Тверь 58.30 Дороже Чем у меня Вот Сейчас отъедем Все равно Хочешь не хочешь Надо заливаться Уже Что будет Какая заправка будет Заправимся И И поедем В сторону дома У меня выгрузка В Подольске Я живу в Троицке Выгрузка в Подольске То есть Получается Хорошо Что Там Потом Минут 20 30 И дома Так Ребят Короче Еду я Уже 19.07 Вечер Ну уже Зимой Была бы Глубокая ночь Вот Сейчас пока Еще светло Я уже еду Не в Подольск А еду В Реутов Перенесли Потому что В Подольске Я бы был Где-то в 9 Полдесятого Они там ждать Не могут Потому что Какая-то фура Там стоит И Транспортная Какая-то Закрывается Короче Передвинули Меня на Реутов Конечно Реутов Для меня Хуже Потому что Это дальше Но Если бы я был В 9 В 9.30 В Подольске А в Реутов Я буду В 8 Ну Как бы По времени В принципе Ничего не меняется Как бы Я Если в 8 Приеду Вот Без 10 8 Показывает Если я туда Приеду Без 10 8 Они мне Там за 20 Минут Выгрузят Может быть Там За Час Там Сколько Буду Уже Грубо говоря В 9.30 Буду дома А так В 9.30 Был бы Только В Подольске Ну Не знаю Посмотрим Как будет Дорога Может И лучше В любом Случае Выбирать Уже Нечего Было Ехать Куда Сказали Вот Так что Я еду Туда Сейчас Еду По МЦД Это Довольно Свежая Трасса В Москве Она Идет Вторым Третьим Этажом Дома Вот Трыши Тут Она Спускается Поднимается Там Вторые Третьи Там Такие Развязки Наделали И Она Довольно Скоростная Тут По Москве Считайте Девяносто Три полосы Туда Три полосы Обратно Светофором Ничего Нету Просто Я еду Восемьдесят Все летит Кстати По грузу У меня По весу Я говорю Шесть Полет Целых И два Полета Допустим Ну Такие Разобранные Получается Восемь Полет Ну Наверное Килограмм По сто Может По сто Пятьдесят Каждый Где-то До Это максимум Может Плюс Минус Тона Там Короче Нет Машина В легкую Идет Как бы Нормально Это И вот Сейчас Скажу Ебу Про МЦД Вот еще Метро Вот это Кольцевое Как оно Называется МЦД Еду Домой Где-то Что В десять Только Буду Дома Выехал В десять И в десять Буду Километража Накатал Наверное Это С Троицка В Тверь В Твери В Реотов С Реотова Опять В Троицк Сейчас Карту Прикреплю Но Кажется Мне Километров Четыреста Пятьдесят Наверное Маханул По Топливу Если Вот У меня Десять И семь Литров Ну Шесть Сот Рублей Считаю За Сотню То есть Две Сотни Это Тысячу Двести Четыре Сотни Это Две Четыреста Ну И Пускай Даже Пять Сотен Это Три Тысячи Но Мне Кажется Четыреста Пятьдесят Ну Короче Я Сейчас Прикреплю Ну Максимум Три Тысячи На Солярку На Дизель Кому Нравится Может Быть Там Не Это Может Там Две Семьсот Или Две Восемьсот Ну Короче Уже Не Столь Важно По Оплате Сегодня Девятнадцать Тысяч Получается Наличными Как Ну Как Там Безнал Другие Цены Чуть Но Чистыми Наличные Получается Девятнадцать Тысяч Тысяч Сестнадцать Осталось В Десять Утро Выехал И В Десять Вечера Вернусь И Такой Вот Километран Чуть Завтра На Девяносто Процентов Подтвердили Казань Но Еще Сейчас Позже Скажут Более Точно Товар Едет И Должен Скоро Вот Приехать Чтоб Был На Месте И Завтра Даже Погрузка Приедет Что-то Там Надо С утра Его Расфасовать Туда Сюда И Скорее Всего Где-то К 12 К часу На Погрузку А я С утра Хочу Заняться Перед Рейсом Помыть Машину Туда Сюда И Просмотреть Промазать Кое-что Где Там Есть Какие-то Может Сниму Тормоза Гляну Что-то Пищит На тормоз Нажимаю И Как Попискивает Как Вот Когда На тормоз Нажимаешь Тишина То-есть Может Колодки Или что-то Короче У меня Есть И колодки И на Заднюю На Переднюю Ось Гляну Заднюю Не знаю Успею Поменять Не успею Но Передок Глянуть Надо Мне кажется Передок Чуть Передок Больше Всего Изнашивается Тем более Массы Ввозишь Как бы Большие Тормозишь В первую очередь Тормозят Передние Колеса И Скорее Ну И слышится Что тут Наверное Как это Так что Посмотрю Кто Что Дорога Дальняя Чтобы Не С тормозами Не Там где-то В дороге Ничего Колодка Сотрется До нуля И Потом Что-то Искать Там Где-то Делать В дороге Не особо Хочется Лучше Посмотреть Ее Перед Выездом И Может быть Колодочки Заменю Но Гляну Короче Сниму колеса Или Так Если Может Увижу И Короче Просмотрю Короче В общем Хочу Просмотреть Подоливать Там Жидкости Посмотреть И так Далее У меня Еще Замена Масла Еще Через 7 Или 6 Ну Короче Через 7000 Замена Масла Ну Далью Туда Сюда А так Там Посмотрим И В обед Поеду На Загрузку Так Что Так Такая Вот Ситуация Очень рад Что Шмель Заработал Мне нравится Когда машины В рабочем Состоянии То есть Даже может быть Заказов Нету Или Что-то Появляется И А ты не можешь Поехать Потому что у тебя машина Там в ремонте Или что И как-то аж На душе Чуть скребет Так я заниматься Ремонтом люблю Но когда Понимаю Что ты Не можешь Поехать Там Потому что Машина Стоит в ремонте И Как-то плохо Так себя Ощущаю А когда машина На ходу Раз Поехал И в свободное время Я обычно Говорю То что случилось Такое Какое-то Неожиданное В дороге Ну как бы Пропало Сцепление И сцепление Там было Херовенькое И сама Коробка Уже Подходила К своему Завершению Поэтому Я даже Вспоминаю Что мне Предыдущий Собственник Что-то мне За коробку Сказал А коробка Там фигня Если что Можно Купить Типа БУшку Ну Сдать свою Старую И с БУшку Доплатить И купить БУшку Поставить Я думаю К чему Он мне Это расскажет Скорее всего У него уже были Какие-то подозрения На эту коробку Или может С ней было Что-то плохое Что он ее Делал по сто раз И не получалось Не знаю Короче Ну что-то он Заихнулся Про коробку Так теперь Думаю Зачем Ладно Короче Там был Экстренный Случай А чтобы Меньше было Таких экстренных Случаев И особенно Экслучаев В дороге Где-то Особенно Если еще Далеко Где-то Лучше В свободное Время Чуть Посматривать Машины Машину Там 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 И есть Подозрения Устранять И спокойно Себе ехать Ладно Короче Ребят На этом все Такой вот Видосик Получился Понравилось Не понравилось Пишите Ставьте лайки Дизлайки Что там Хотите Кто хочет Критикуйте Критикуйте Мне если честно По барабану Вот это Кто там Пытается Меня Учить Что-то Я все знаю Что я делаю Куда я иду И представляю Что будет дальше Так что Каждому Это Желаю Чтоб Шли своей дорогой Видели цель Впереди И добивались Удачи Здоровья Всем пока До скорой встречи